Городской, районный, весенний, осенний – все это об одном, о празднике труда, который всем знаком еще с советских времен. Субботник – прекрасная возможность лично поучаствовать в уборке города после зимы, которой воспользовались сотни людей по республике, захотевшие увидеть столицу и районные центры красивыми и ухоженными. К активистам присоединилась Фатима Даурова. Помните, каждый честный работник должен идти на субботник. Рифмовал Владимир Маяковский еще в начале 20 века. Этой весной исполнилось 102 года традиции проведения субботников. Идея совместного труда на благо Родине распространялась на всю страну. Многие участники нынешнего субботника все еще помнят, как это было. Лидия Луценко, заслуженная артистка России Кубани, специально подбирала яркий наряд под стать празднику труда. Это очень хорошая традиция вообще была раньше. И хорошо, что она не забыта и занимаемся тем же, потому что без этого нельзя. Это даже, если вы заметите, как праздник какой-то. Это встречаешься и делаешь для себя, чтобы, проходя здесь, в любом уголке вокруг дворца, красивого, чтобы было красиво, чтобы было все ухожено. Летит с окон весь хлам ненужный, образуя холмы и поднимая пыль. Грабли сгребают залежало из прошлой осени листья и мусор цивилизации. Территория Дома культуры столицы преображается на глазах. И все действие проходит с музыкальным сопровождением. Работники культуры даже здесь проявляют креативность. Веселее всего уборка проходит здесь, на территории Дома культуры города Черкеска, где ритм музыки определяет темп работы. Весело, быстро, эффективно. Отовсюду пахнет рыхлой землей и свежим запахом травы. На освобожденной от мусора территории уютно расположатся улитки, которых заботливая рука уберегла от грабли и венка. Всего за час выросла целая гора мешков с отходами, которые ждет погрузки в специальный транспорт. А тем временем даже старое дверное полотно устремилось к мусоровозу с помощью борца за чистоту. Благодаря усилиям участников субботника вся прилегающая территория Дома культуры задышала полной грудью. К сожалению, чего нельзя сказать о многих других местах по городу. Мы решили провести параллель и показать, что творится на окраинах Черкеска, где человеческое самосознание дает сбой, а результатом этого становятся стихийные свалки, которые образуются буквально на каждом шагу. Далеко ходить не надо. Юго-восточная часть города за железной дорогой лесополоса. Или сейчас можно с уверенностью сказать, что место свалки. Всегда было непонятно, чем руководствуются люди, которые могут оставлять после себя такую грязь. Или тех же самых водителей, которые плавно притормаживая, выбрасывают мешок мусора на обочину или куда-нибудь в кусты. Или того же самого соседа, который каждый раз на полпути почему-то передумывает и оставляет пакет мусора где-то в подъезде или во дворе. К сожалению, пока есть такие люди, нам суждено наблюдать вот такое печальное зрелище. Зелёная трава, проросшая через пластик и резину, цветущие деревья на фоне старых шин и полиэтилена. Пейзаж мог бы стать основой для футуристической картины, если бы всё это не происходило на самом деле здесь и сейчас. Фатима Дорова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.